Инсайдеры Ответы, которые начал давать этот человек на последующие вопросы, показали глубокое понимание философии, истории, метафизики, религии, магии, политики и более того. Эти ответы были очень оригинальными и подробными, а некоторые заставляли задуматься. Удивительно то, что инсайдер отвечал на вопросы за очень короткий промежуток времени. Темы вопросов были самыми разнообразными, а ответы, когда подробные, а когда просто эпические, появлялись буквально через несколько минут. Как это возможно? Копирование текста из интернета? Я тщательно проверил и не смог найти предложений, которые использовал инсайдер в своих ответах. Как кто-то заметил, это было за пределами возможностей обычных людей. Некоторые люди были ограничены, других это наоборот привлекало, а в итоге это привело к диалогу, в котором так много открылось, что теперь это можно изучать годами. Сложно в это поверить? Читайте дальше. Откровение члена тайной семьи, управляющей миром. Инсайдер. Я член элитной семьи, которого вы презираете. Задавайте мне вопросы, и я на них кратко отвечу. Почему? Потому что я могу. Вопрос. Что такое элитная семья? Ответ. Такое название используется большинством семьи, которые в течение очень продолжительного времени управляют теми, кто не принадлежит этим семьям по крови. Вопрос. Что ты думаешь о проблеме пик-ойл, момент максимальной добычи нефти, после которого объемы добычи будут только падать? Ответ. В определенных кругах известно, что она вырабатывается. Земля производит больше нефти и газа, чем используются людьми сейчас. Это даже, верьте мне или нет, естественный процесс. По принципу, чем больше отнимаете, тем больше прибавляется для сохранения баланса. Исследуйте пчелы способ, которым они производят мед, и вы поймете. Кроме того, на планете много мест, богатых полезными ископаемыми, которые никогда не были тронуты человеком. Повестка дня? Я думаю, вы знаете. Вопрос. Что общего в генеалогических линиях элитных семей? Ты когда-нибудь имел секс с ребенком? Ответ. Пойми, что генеалогические линии были избраны для властвования, они не появились из воздуха. Души, которые воплощаются в этих линиях, выбираются божественным законом. Нет необходимости упоминать о других вещах. Второй вопрос показывает, что ты слишком много читаешь Айка, который используется просто в качестве инструмента. Но я отвечу, нет. Вопрос. Извини. Никто не правит мной, и никогда не правил. Ответ. Старая поговорка. Идеальный раб это тот, кто говорит, я не раб. Это как алкоголик, который говорит, что он не алкоголик, и только поэтому он всегда останется алкоголиком. Смысл понятен? Вопрос. Где вы, элитарий, содержите умственно больных родственников, которые появляются по причине многовекового инцеста? Ответ. Это миф, что инцест всегда создает проблемы, если два родителя несут гены, которые лучше по качеству, чем у остальных. Вопрос. Почему вы разрешили нам размножиться, как караоликам, если перенаселение это то, что угрожает вам? Ответ. Один. Мы не разрешали этого. У вас больше власти, чем вы думаете. Два. Перенаселение не угрожает нам никоим образом. Это тоже миф. Вы от хозяина форума тримите. Мне любопытно, что думает член элитной семьи о Godlike Productions.com, так что ты думаешь? Ответ. Чем больше люди разделены, тем легче ими управлять. Делай их уверенными, что у них в руках меч, который, по их мнению, делает их могущественными и способными сражаться с темными силами, в то время, как это просто зубочистка. Вы должны быть очень осторожны с тем, кому ты даешь этот меч, тримите. Знаете ли вы, что не только произнесенные, но и написанные слова излучают чистоту, и это оказывает прямое воздействие? Вы думаете, что сражаетесь за определенную сторону? Но я бы сказал, что подавляющее большинство написанных здесь слов не помогают вашей стороне. Вопрос. Каковы ваши религиозные убеждения? Ответ. Религии созданы нами. Религии, которые популярны сейчас, это как раз те, которые находятся под полным контролем. Я не могу подробно говорить об этом, но христианство дробь иудаизм дробь ислам дробь буддизм слегка на ложном пути, скажем так. Существует сердцевина истины, но она утопает в море извращений. Для вас, чтобы выбирать, желаю удачи. Наши верования не имеют значения, но это связано со служением божественному закону, который не спослан нам. Вопрос. Как насчет мировой экономики? Ответ. Теоретики заговора правы в том, что мировая экономика базируется на деньгах, которых нет, никогда не было и не будет. Те, кто владеет банками, также владеют СМИ и политиками, так что все может быть представлено для вас таким образом, чтобы вы верили в то, что требуется им вопрос. Когда зерна будут отделены от плевел? Или вы хотите выбросить зерна и оставить шелуху в качестве своих рабов? В любом случае, когда это случится, я устал от ложных предсказаний, пожалуйста, будь честен, на этот раз. Ответ. Я уверен, на 100% конца света не будет, по крайней мере, такого, как это везде представлено, будь это религия, СМИ и так далее. Завершение тем способом, которым вам это описывают, никогда не имелось в виду для этого места. Наступит время, когда каждый будет освобожден, но это не массовое явление, скорее каждый индивидуально. Работайте над собой. Вопрос. Очень любопытно узнать, почему элита не руководит? Больше похоже на то, что они паразитируют на обществе. Ответ. Рыба в океане не может видеть, что птицы летят по небу. Вопрос. Принимал ли ты или кто-нибудь из твоей семьи в оккультном ритуале и, если да, какова его природа? Ответ. Ритуалы имеют назначение, которое не может быть понято большинством. Ритуалы служат для соединения с высшими существами, которые управляют этим планом бытия. Мы делаем свою работу. Вопрос. Хымм, я должен сказать, что ваш божественный закон очень хорошо потрепал в оригинале матерщина, эту планету и ее население. Ответ. Крестьяне типа тебя не понимают, что вы сами сделали это и никто кроме вас. Кстати, из-за того, что ты только что написал, ты продлил свое пребывание на земле еще на одну жизнь. Мои соболезнования. Вопрос. Посещаете ли вы богемскую рощу, бахеми ангров, и принимаете ли участие в кремации заботы, ритуал, кремайшновке, жертвоприношения хмлох, сексе с гомосексуалистами проститками, оргиях и так далее. Ответ. Это и другие подобные места предназначены для политиков и медийщиков, они обязаны. Иногда кто-то из элиты по крови может присутствовать, но не будет участвовать в этих актах, которые не являются нашими ритуалами. Комментарии от инсайдера. Там было много вопросов. На большинство я бы ответил да, на некоторые нет. Не верьте всем этим. Гур, тому, что они рассказывают про нас, и все будет в порядке. Вопрос. Не является ли засилье дробь успех, организованной преступности огромным провалом вашей коллективной воли? Ответ. Для их существования есть причина. Они не настолько успешны, как они выглядят, они ущербны. Вопрос. Почему вы продолжаете попытки управлять массовым сознанием путем распространения страха любым способом? Почему нельзя раскрыть всю информацию, как это предполагалось давным-давно, написанное слово расправляет крылья истины? Меч был дан агнцу, и судный день скоро настанет. Я не верю ни в какое богословие или иерархию, мы все равны перед Создателем, и вы ответите перед ним в свое время. Кроткие наследуют землю, я молюсь за вас. Ответ. Если бы это было целью, то это немедленно было бы сделано. Ты не понимаешь, чем на самом деле является мир, в котором мы живем. Вопрос. У меня нет вопросов. Но я хочу сказать, что время расплаты наступает. Ответ. Нет. Вопрос. Было сказано. Лучший раб это тот, кто думает, что он свободен. Тринадцать. В конечном счете, все дело в генах, не так ли? Понимаете ли вы самоклонирование? Согласен ли ты, что планета переполнена ложными союзниками и ложными врагами? Ответ. Это не то, что было сказано. Про рабов. Если ты прочитаешь внимательно, ты поймешь. Ответ на последний вопрос. Да. Также не существует настоящих союзников и настоящих врагов. Вопрос. Если ты действительно тот, за кого себя выдаешь, тогда ты должен знать, что у тебя и твоего рода большие неприятности. Ваше время истекло и те, кому вы принадлежите, кто находится в нашем пространственном квадранте, как мы это называем, уже знают это. Я представляю, как они сейчас суетятся. Но конечно вы должны соблюдать приличия, даже когда вы знаете, что вы боретесь в проигранном сражении. Им, лично я буду очень счастлив видеть день, и он наступит скорее, чем вы думаете. Ответ. Конца света нет. Очень давно люди почти сумели победить, но тогда очень нехорошие для этих людей вещи случились на Земле. И что вы видите сейчас? Действительно ли ты живешь на планете, о которой ты думаешь, что живешь на ней? Вопрос. Высшие существа, которые управляют этим планом, вы служите им. Какими именами вы их называете? Видели ли вы их когда-нибудь? Где они находятся? Ответ. Они проникают через все, и они доброжелательны. Вопрос. Инсайдер. Ты пропустил мой вопрос, про то, что на самом деле врезалось в Пентагон. Значит ли это, что ты не собираешься отвечать на мой вопрос? Ответ. Имеет ли значение, что именно упало на Пентагон? Вопрос. Ты слишком часто уклоняешься от ответов. Ответ. Я не подписывал контракта, в котором сказано, что я должен ответить на все вопросы. Некоторые вопросы не требуют ответов, другие вообще не имеют смысла, хотя вы думаете, что имеют. Я вернусь завтра. Новый раздел. Инсайдер. Как странно, что некоторые из вас говорят про любовь, свет и мир, а двумя предложениями позже матерятся, говорят об убийствах, да еще и ухмыляются по этому поводу. Вы уверены, что вы на доброй стороне? И кто такая Наташа? Те, кто поумнее таких, спрашивайте я отвечу тем образом, что я выбрал. Прежде чем спрашивать, утрудите себя выйти за рамки, созданные для вас остальными. Задавайте настоящие вопросы, о которых вы подумали. Детально их формулируйте. Остальным скажу, если бы вы могли освободиться от руганий, ненависти, фанатизма и притрассудков. Основанных на потрясающей мудрости ваших гур, вы бы увидели чуть-чуть больше, поднявшись с уровня невежд. Я не отвечу на все вопросы. В некоторых случаях. Потому что ответы очевидны. Если только подумать. Или часть ответа уже была дана. В других просто. Потому что не обязан. Вопрос. А что? Билл Гейб более элитен, чем вы? А что насчет королевы Елизаветы? Вы араб? Вы не можете контролировать нефть вместо арабов. Ответ. Те, чьи имена вы знаете, не принадлежат к настоящим линиям крови, как вас учили теоретики. Они не те, кто пишет музыку, и не они дирижируют. Те, кого вы назвали, и остальные известные личности, лишь играют на скрипке или виолончели тогда, когда им велено. И так, как им велено. Неважно, какой я расы. Это ни на что не влияет. Нефть уже под полным контролем, как и все остальные природные ресурсы. Вопрос. Как работает визуализация? Ответ. Она работает у каждого. Надо достичь определенного уровня в личном развитии. Это значит, жить по строгим правилам, применяя их ко всему, что делаешь в жизни, даже в мелочах. Большинство людей не обладают ни дисциплиной, ни воздержностью, чтобы достичь такого уровня. Некоторые здесь утверждают, что они способны на такое, но я знаю наверняка, даже не имея представления об их жизни, что они гораздо дальше от этого, чем они думают. Визуализация работает, потому что это существенный способ творить в этой материальной вселенной. Вселенная – живая сущность, которая использует свой разум, чтобы творить, и существа, сотворенные из нее, могут обладать такой же силой в своей мере. Вопрос. Такой вопрос, кто использует Айка? И другой, лучше, зачем? Ответ. Айк знает суть правды и пытается ее передать. Однако, он не понимает, что это на самом деле работает против него. Информацию о родстве с рептилиями ему подсунул человек, работающий на семье. В течение 7-8 месяцев его бомбардировали жертвами, которые видели трансформации, сатанинские ритуалы и так далее. Так, что он не мог не поверить этому. Иногда очевидцев подсовывали ему по нескольку раз на дню, в зависимости от его местонахождения. Других таких же, как Айк, а их больше, чем вы думаете, кормили похожими историями. Я вправду не рептилия. Вопрос. Почему не требуют ответа? Вопрос. Здравствуйте, инсайдер. Вы член Божественного Братства? Вы я? Вы тот, кто управляет Матрицей? Подливый ум желает знать, потому что я порядком смущен. Вы говорите, что мы презираем вас, но я не могу представить себе, как можно презирать существо из Божественного мира. Затем вы представляетесь членом элитного рода на Земле, но что делать роду с миром духов? Вновь я в смятении. Могли бы вы прояснить? Просто чем является элита, которую, как вы сказали, мы презираем, и которая, по-видимому, знает все тайны? Со вздохом, Сэмми. Ответ. Вы в смятении из-за того, что приняли для себя другие версии правды и думали, что у вас есть общая картина мира, но то, что я сказал, развеяло большую ее часть. С представлениями о семьях какое-то недоразумение. И вопросы, заданные здесь, подтверждают это. Но на это есть причина, и это служит определенной цели. Мы манипулируем этим миром не более, чем позволено нам Божественным Законом. Мы даем вам инструменты, а решить, как использовать их ваше дело. Инструментами можно пользоваться во зло, но никто не заставляет вас так ими пользоваться. Вы выбираете сами. Поэтому презирать тех, кто снабдил вас инструментом, который вы самовольно используете, чтобы грешить, это все равно что маскировать свой собственный след. Вы получаете то, что вы заслужили. Так работает эта вселенная. Мы выполняем свой долг, то же делайте и вы. Вопрос. Есть старая поговорка, незаписанная в открытых источниках. Дьявол не знает, что он дьявол, он думает, что он Бог. Ответ. Неверно. На самом деле она значит, что люди, поклоняющиеся злу, думают, что служат добру. Вопрос. Ты не понимаешь, чем на самом деле является мир, в котором мы живем готовы? Обсудите это утверждение. Признателен за дальнейшее обсуждение. Ответ. Только если вы сформулируете вопросы поймете, что на определенные вопросы должны ответить вы сами, а не кто-то другой, иначе они не имеют смысла. Вопрос. Эй, 13 имя, под которым выступает инсайдер, я больше не вернусь на вашу планету. Расслабьтесь. Ответ. А почему у вас сложилось впечатление, что, когда это время настанет, вы сможете так сказать? Вопрос. По какой причине ваши люди пришли на эту планету? Ответ. По той же причине, что и вы. Вопрос. Так, а какую элитную семью кто-либо знает достаточно хорошо, чтобы презирать? Дубье, это ты? Ответ. Чтобы еще раз и навсегда это прояснить. Буши не принадлежат к семьям. На самом деле, они люди вашего племени, которые хотят быть обожествляемы людьми вашего племени. Я еще раз подчеркну, те, чьи имена и лица известны однозначно не принадлежат семьям. Они не композиторы и не дирижеры. Они просто играют на флейте так, как им скажут. Буши, Клинтоны, Шароны, Арафаты, Гитлеры, Далай-Ламы, Манделлы, Блеры, Горы, Чавизы, Ганди, Кеннеди, Ленноны, Диланы, Эйнштейны, Микеланджело, Папы Римские, или Папы, Цезари, Аристотели, Геродоты, Ахинатаны. Они все играют дробь. Играли свою роль так, как им говорят дробь говорили. Те люди, которые жаждут признания и почитания людей вашего рода, не могут оказаться в одной лодке с людьми, которым я принадлежу. Вопрос от хозяина форума Тренити. Инсайдер, вместо того, чтобы давать им меч или зубочистку, я даю им холст и кисть. Слова, как вы сказали, несут вибрации и оказывают влияние. И хотя, да, много здесь написано и противоречит одному, что-то звучит правильно. И это то немногое, что значит больше всего. Меня недавно спросил мой друг, что бы ты сделал, если бы был хозяином игры? Это вопрос, который можно задать человеку в вашем положении. Мой ответ, спас бы как можно больше. Интересно, а как вы ответите? Ответ. Если что-то оказывает влияние немедленно, то это уже не холст и кисть, а меч. Воображаемый, но тем не менее, меч. И он работает совсем не так, как вы думаете. Вы сказали, большая часть противоречит одному, да это правда. По существу, все противоречит. Но вы говорите, что из-за того, что есть немногое, что звучит истинно, оно того стоит. Не может быть две противоположных сущности в одном и том же. Месте дробь времени, даже если они имеют общее происхождение. Это значит, что что-то из двух утверждений явно не относится к этому форуму. Стоит ли уточнять, какой именно? По поводу управления игрой. Откуда кто-либо может узнать, что он управляет ею? Неужели кто-то другой сказал ему. Смотрите, если мастер на самом деле не мастер, но действует. Как если бы он им был, он будет совершать ошибки. У него будут ущербные мысли и соответствующие действия. Люди станут слушать его и перенимать ущербные мнения и образ жизни. Да, он, очевидно, нанесет больший вред, чем одна семья, в принципе, может сделать лично. Почему для вас создаются лидеры, которые управляют своей игрой? Иисус из Назарета – прекрасный пример. Он был создан. У этого человека множество последователей, и они убивали во его имя и продолжают до сих пор буш. Иисус из Назарета не был хозяином игры. Он был марионеткой. Используемый в игре и до сих пор работает в вашей среде на цели плана. Вы можете думать, что спасаете многих, как он, но так ли это на самом деле? Как я отвечу на вопрос, что бы я сделал, будь я хозяином игры? Поставил бы мат. Вопрос. Земля тюрьма? Ответ. Да, и даже хуже. Те, кто думает не так, никогда не выберутся. Вопрос. Почему, ну почему же объявляющий себя членом элитной семьи тратит минуты их времени, или доверяет? Всяким отбросам, которые составляют GodlikeProductions.com, ответ. Семьи не роботы, которые действуют одинаково. Вы путаете одних, о ком вы думаете, что они управляют вами, с другими. Вопрос. На тему уменьшения населения, у нас есть несколько средств, вроде спида. Но у меня такое чувство, что освобождение Биа-3 будет своевременным событием, прикрытым в творящемся хаосе каким-то другим событием. Что вы на это скажете? Ответ. Нет никакого плана по сокращению населения, все в руках самих людей. Хотя некоторые явления выглядят, как преследующие эту цель, в то время как, они служат другому. Недоразумение. Если что-то вливается в уменьшение населения, еще не значит, что оно было применено именно для этого. Правда, если бы стояла цель уменьшить население, это было бы сделано давным-давно за каких-то несколько недель. На самом деле, противоположно и более правдиво в отношении большинства регионов планеты. То, о чем вы говорите, могло бы произойти, но это было бы сделано теми, кто управляет низшими сферами. Более высокие сделали бы это через продукты, которые вы едите каждый день. Вопрос. Был ли Яхе внеземной негативной сущностью? Или он был фантазией, выдуманной, иудейской фабрикой грез во времена, когда греки правили Палестиной? Ответ. Если имя публично, значит, его выдумали специально. Яхе обычно представляет время, когда массовый контроль приобретал форму. Вопрос. А, так мормоны единственные, кто дает на правильное дерево. Власти и все такое. Ответ. Нет. Вопрос. Один. Вас не тошнит от отсутствия настоящего качества в музыке и кино? С вашей властью, дробь деньгами, дробь влиянием, почему вы не наполните их чем-нибудь вправду стоящим? Второе. О каких трех процессах вы беспокоитесь больше всего в отношении их возможности расстроить планы? События вне прямого контроля ПТБ-4, которым вы изо всех сил стараетесь подготовиться. Третье. Кто заказывает и ставит спектакль на планете Земля? Пожалуйста, перечислите главные группы игроков, которые отвечают за последовательные уровни, сверху вниз. Достаточно описаний, если вы не хотите раскрывать имен. Это как пирамида, или это несколько отдельных фракций, которые боятся за власть? Четвертое. Какова реальная история серых, и являются ли они до сих пор главными игроками? Пятое. Чего вы больше всего боитесь? Шесть. Какую истинную историю вы нам еще не рассказали из-за того, что мы еще не спросили? Ответ. Один. Ищущий тщательно найдет самоцветы в музыке. Они взаправду лежат на видном месте. Не наша задача просвещать вас, но ваша. У нас есть инструменты, которые вы можете использовать так, как вы решите, во благо или во зло. Два. С нами ничего не сделать, только с марионетками. Три. Форма пирамида. Да. Но люди забыли подземные залы. Вершина пирамида на самом деле не вершина. Пять. Страх основан на физических имплексах. Физическое неважно. Вопрос. Моя чистокровная итальянская родословная по материнской линии прослеживается до короля Карла I. Карла Великого, но именуется по графу Дотти Дотти, который был капитаном лучников при принце Филиппе, короле Карле IV, и который входил в группу хранителей тайны Мировингов и Тамплиеров. Я не стану обсуждать тайну, в которой я не сомневаюсь, однако, я не понимаю, почему, в конце концов, вы действуете так, как вы действуете, а я действую так, как я действую. Это не значит, что я принадлежу к какому-то особенному роду, являющемуся частью тех первоначальных, о ком вы говорите. Но моя жизнь гораздо более успешна, чем у кого-либо из моих знакомых, в научном и профессиональном отношении, за исключением экономической стороны, но это в скором времени изменится. И я вижу иллюзии вокруг себя. Объясните это, пожалуйста. Ответ. Я уже немного это объяснял. Ваше происхождение не то, что вы о нем думаете. Карл Великий, как и другие короли, скромно играл на флейте, как и его потомки в политике, особенно, в наши дни. Однако, если у вас есть следы происхождения, а это несколько глубже, чем гены или кровь, как вы понимаете, то, конечно, вы будете понимать окружающие лучше, чем остальные. Есть люди, связанные напрямую, и они будут действовать не так. Вопрос. Думаете ли вы, инсайдер, что эта битва протекает в два этапа? Сейчас, на эфирном плане, а тысячи лет назад, на астральном, когда все духовные люди оставили свои физические тела и вышли на более высокие уровни жизни, обретя воплощение в астрале. Итак, все действие начинается заново, с новыми игроками. Ответ. Вы путаете несколько понятий. Есть всего одна схватка, и она идет сейчас, на этой планете, на личном уровне. То есть только внутри вас. Нет врага, которого можно атаковать, кроме себя, если вы будете заняты. Атакой кого-то другого, вы растратите драгоценную энергию, и проиграете. Если вы победите, то больше не будет никаких битв. Вопрос. Уважаемый инсайдер, вы сказали, что у нас есть инструменты для работы. Могли бы вы рассказать немного о них, что-то чтобы работать, чтобы мы смогли освободиться? Вы согласились, что мы находимся на планете Тюйме? Мне казалось, это больше похоже на зоопарк, где на нас смотрят и изучают. Но если мы в Тюйме, то, как я понимаю, у нас нет никакой свободы воли. Правильно? Спасибо. Ответ. Инструменты в ваших руках, вокруг вас, везде. Можно сказать, они даже добыты изнутри вас. Это ваш долг, открыть их для самого себя, а потом делайте с ними, что хотите. Но всегда помните о последствиях. Заключенные все еще могут решать, что делать в Тюйме с инструментами, которые им даны, они могут. Решить сами, как им гулять во дворе, говорить, думать. У вас есть свобода воли, поэтому вы страдаете, и боитесь своих страданий. Вопрос. Уважаемый инсайдер, спасибо за ответ на дво моих предыдущих вопросов и за ваше время. Мне следовало задать этот вопрос сразу с тем двумя, но я делаю это сейчас. Зачем давать мне средства для выхода из Тюймы? Это выглядит несоответствующим назначению самой Тюймы. Я знал, что публичная власть марионетки, водимая руками, которые мы не то, что не можем видеть, но нам не позволяют, но зачем заставлять их поступать, внешне, глупо или, по меньшей мере, нелогично. Неужели вам нужна революция? Вы говорите, что война внутри, а не снаружи, но кажется, публичные власти хотят заставить нас думать иначе зачем сбивать нас с толку? От достижения чего они пытаются удержать нас? От свободы? И да, мне каждый день напоминают о моем страдании. Спасибо. Ответ. Мы нейтральны, и просто выполняем свой долг, который во многом выглядит, как негативные действия. Если приглядеться повнимательнее, мы всего лишь распространяем инструменты, которые можно использовать, чтобы освободиться, или чтобы закабалить себя выбор за вами. Божественный закон содержит цель для вас, и цель эта находится не на этой планете. Докажите, то вы снова достойны быть освобожденным. Сбивать с толку – это часть общего процесса. Это почти, что знать, кто есть, а кто нет. Те, кто поддерживает любого из этих известных личностей, проигрывает. Вопрос. Выглядит так, словно вы пытаетесь предостеречь твините от предоставления полной свободы слова. Так ли это? Ответ. Он может делать так, как он хочет, и получать последствия в глобальном масштабе. Вопрос. Какова ваша интерпретация Божественного закона, и как мне достичь мира с самим собой? Ответ. Познать себя, познать, где вы есть, есть два наиболее важных вопроса, на которые следует ответить. Это ваша задача – понять все это. По сути, если кто-то даст вам правильный ответ, он не будет ничего значить для вас, так как все в нем сказанное не будет применимо к вам так, как оно было бы вашим, найди вы сами этот ответ. Если вы найдете ответы на эти вопросы, вы выполните большую часть долга перед самим собой. После этого вашей задачей будет жить в соответствии с Божественным законом, который откроется вам после этого этапа, до вашего отправления. Может быть, я вернусь завтра, а может быть, во вторник. Новый раздел, инсайдер, замечание, я инсайдер, АС-13. Прошлый прокси-сервер, который я использовал, исчез. Поэтому использую другой, с другим адресом, инсайдер. Это снова инсайдер, дробь АС-13. И опять с другого прокси-сервера. Последний, исчез сразу, после отправления предыдущего сообщения. Мне становится трудно зайти сюда и оставаться на связи, но я постараюсь продержаться как можно дольше. Вопрос. Вопрос инсайдеру, АС-13. Вы знакомы с черной аристократией? Я проследил и нашел связи между всеми все еще существующими королевскими семьями Европы и Ближнего Востока. Я знаю их имена, их власть, деньги и влияние на современный мир. Я даже могу определить того самого, что является потенциальным антихристом. У него все знаки налицо. Чудесный, милый молодой человек, который еще не осознал себя в роли мирового лидера. Черная аристократия любит этого юношу. В конце концов, вы часть черной аристократии, инсайдер? Ответ. Черная аристократия – отдельные фракции, которые действуют по своему произволу. У них другое происхождение, которое было детально описано в текстах, созданных моими предками. Это куда более узкая группа, чем утверждает большинство, потому что их ядро отличается от внешних стен. Они те, кого вы всегда путаете с моим родом и потому направляете ненависть против не тех, как и на этот форум показали наименее интеллигентные. Насчет антихриста. На настоящий момент есть буквально миллионы антихристов. Я не один из них. Вы найдете их среди христиан, мусульман, иудеев, атеистов, сатанистов, агностиков, буддистов, индуистов и так далее. Им не нужен лидер, чтобы стать антихристами в большей мере. Я должен прояснить. Христос не имеет отношения к Иисусу из Назарета. Эта часть была сфабрикована позднее. Вопрос. Гностик номер 13. Для души такой же уникальной, как и любая другая роль в обществе до тех пор, пока душа прогрессирует. Является ли историк Лоренс Гарднер влиятельным членом элиты, как заявляет Айк, Ик, или он всего лишь обычный человек, имеющий доступ к скрытой информации? Инсайдер, спасибо вам за ваши сообщения, надеюсь, эта нить разговора не является розыгрышем со стороны какой-нибудь незрелой личности. Хотелось бы верить, что вы говорите серьезно. Ответ. Задача каждой души состоит в том, чтобы завершить это за то время, пока она находится в человеческом теле. Одной из частей является то, что можно назвать выход за границы материального мира, за которым следует переход на новый уровень, а в случае неудачи реинкарнации. Тем не менее, слово «любовь» понимается неправильно. Оно не означает любви в человеческом понимании, которое порабощает людей. Это испорченный вариант того, что есть действительная любовь. Божественный закон управляет тем, что называется карма, но он гораздо шире и жестче, чем хочется думать людям. Пример. Тот, кто умирает медленной, болезненной смертью от рака, заслужил это. Этот человек подвергается исправлению. Это для его же блага. Звучит жестко? Таков порядок вещей. То, что это выглядит негативно в нашем мире, может выглядеть по-иному, если обозрить картину в целом. Когда говорят о реинкарнации, перевоплощении в нечто противоположное в вашей прежней жизни, то здесь не существует универсального закона, который устанавливал бы, что должно в итоге произойти. Реинкарнации существуют, но если вы выполнили свою задачу, то реинкарнации нет. Нет необходимости проходить все уровни жизни на Земле, поскольку это прохождение в основном бесцельно. Гарднер относится к тем людям, которые хотят славы. При знании людьми он и получает это в обмен на некоторые услуги, распространяя дезинформацию, пересыпанную фактами, которые служат наживкой для людей. Он прошел посвящение на некоторых уровнях, но оно не столь глубоко, как кто-то может подумать, включая его самого, хотя он достаточно умен. Он является членом, по крайней мере, шести обществ. Впрочем, три из них тесно связаны между собой и могут считаться одним, поэтому можно говорить, по крайней мере, о четырех. Но эти общества имеют ровно столько сил и дробь власти, сколько вы, люди, им даете. Люди, подобные Айку, способствуют усилению этих обществ, не осознавая этого. Я говорю серьезно. Вопрос. Не потому ли это происходит, что христиане учат, что человек должен подчиняться Богу, который свят? Иначе говоря, он тот, кто может судить, что такое хорошо и что такое плохо? Ответ. Во-первых, христианство делает идола из человека по имени Иисус из Назарета, что является мерзостью в библейском смысле этого слова. Христиане учат тому, чему им было велено учить теми, кому они противостоят. Я мог бы сказать вам, кто были те четыре личности, которые написали Ветхий Завет, и точную дату написания, если бы мне это было нужно. То же касается и вашего Нового Завета, который был составлен шестью людьми, происходящими из двух разных областей. Вопрос. А почему вы допускаете ошибки в написании простых слов, таких злонамеренной? Мне это представляется интересным. Ответ. Английский не является моим родным языком, даже ни вторым и ни третьим языком. Может быть, четвертым опечатаю я быстро и без проверки, чтобы ответить на столь много вопросов в течение ограниченного времени. Кроме всего прочего, я недавно понял, что должен печатать еще быстрее. Поскольку прокси-серверы, которыми я пользовался, исчезают. Вопрос. Почему вы решили говорить сейчас? Ответ. Некоторые из нас имеют задачу сделать это, не выходя за определенные рамки. Как вы думаете, почему в прошлом внезапно появлялись какие-то знания? Случаи, удачи, совпадения? Вопрос. Вопросы ноль. Что такое божественный закон, о котором вы говорите? Один. Почему вы манипулируете этим миром? Два. Почему вы манипулируете этим миром? Три. Кто, по вашему мнению, дает вам право? Четыре. Ваша деятельность была вам дана, или вы сами ее избрали? Пять. Являетесь ли вы человеком? Новый раздел. Снова вы. Новый раздел. Божественный закон содержит цель для вас, и цель эта находится не на этой планете. Докажите. То вы снова достойны быть освобожденным. Новый раздел. Снова я. Новый раздел. Я знаю и чувствую это. Моя жизнь имеет цель. Но я не знаю даже, кто я такой, не говоря уже о том, в чем. Состоит моя цель. Шесть. Как приобретается это знание? Тяжким трудом, или оно просто приходит к тебе невзначай? Семь. Вы знаете цель вашей жизни? Если да, то как вы об этом узнали? Касательно планеты, на которой мы живем. Восемь. На какой планете мы живем? Что такое планета Земля? В конце концов. Девять. Что вы можете сказать нам про Мухаммеда, да прославится имя его? Ответ. 0. Божественный закон является проявлением воли Верховного Существа, которое не только создает все сущие в этой Вселенной, но также поддерживает его, питает, балансирует, наполняет энергией и обновляет. Оно также правит иными мирами, включая и тот мир, которому вы изначально принадлежите. 1. Плюс 2. Я отвечал на этот вопрос много раз, это наша обязанность. 3. Плюс 4. Ритуалы имеют цель. Если вы делаете нечто, что не было позволено, или выполняете задачу, которая не была вам поручена, то вы будете страдать во время этих ритуалов. Вы заметите это и в вашей повседневной жизни. 4. Иммонации имеют много форм, и тот, кто разбирается в этих вопросах, без труда распознает, с кем он имеет дело и какова его задача. 5. Я, подобно вам, существую в форме человека. 6. На этот вопрос я отвечал в предыдущем посте, коротко говоря, у вас есть обязанность приобретать его. 7. Умеренность приведет вас в правильное место, откуда все и начинается. Перед этим вы должны узнать, что есть вы, и что есть это место, где большинство людей сбиваются с пути, в противном случае ваши мысли станут ошибочными, что приведет вас на ошибочные пути. 7. Да, эти вещи не могут быть детально переданы вам, кем-то это фактически привело бы к результату, противоположному тому, который должен быть достигнут, этим и объясняется мой способ ответа, поймите. Это вас можно довести до определенной точки, после чего все будет зависеть от вас. 9. Судя по тому, как вы произносите его имя, я предполагаю, что вы мусульманин. Поклоняться людям, которые, в какой бы то ни было форме, были частью этой планеты, делать из них кумиров и прославлять их, включая и разговор о них в устной или письменной форме – это грех. Вы только что сделали это, добавив в скобках слова, которые возносят его имя на уровень высших существ. 10. Человек испорчен, пока он находится на этой планете. Каждый и любой человек смерть не меняет прежние личности. Прославленные молитвы могут быть обращены только к совершенным существам. Мухаммед, подобно Иисусу, Моисею, Аврааму, Будде, был человеком, о котором стали думать, что он является обладателем знаний или, как было сказано ранее, мастером игры. Очень легко заставить людей поверить, что они просвещены и знают истину. А затем они будут думать, что их задача – пробудить других. Он был использован на его наследие. До сих пор используется для того, чтобы разделять людей, подобно другим религиям. Дробь идеологиям, дробь философиям. Двое из его ближайших помощников были слугами семей. Так же, как и одна из его жен, слуги семей. Кровной линии были так же среди помощников Иисуса, Будды, Моисея, назовите любого. После его смерти. Эти трое сделали так, чтобы его последователи разделились, а это было главным, против чего выступал Мухаммед. Поэтому мусульмане, которые полагают, что существуют отдельные направления ислама, фактически восстают против своего собственного пророка. А это почти все мусульмане. Коран содержит зерно истины, но эта истина тонет в море искажений, что можно сказать и о других священных книгах. Он. Был написан четырьмя авторами из трех стран, одной западной и двух ближневосточных. Вопрос. Инсайдер 13. Вы антихрист? Ответ. Поскольку Иисус из Назарета не является Христом, то и ничего из того, что я сказал, не является антихристианским. Те же, кто скажет обратное, антихристы. Вопрос. Является ли семья, в которой дети имеют врожденную способность к визуализации, частью кровной линии? Ответ. Нет. Фактически тот, кто не имеет вообще никакой связи с этими семьями, может также обладать этой способностью. Эту способность может получить каждый. Надо настроиться на нее. Такая способность предусмотрена божественным законом для каждого, который ее ищет. Я пытался разъяснить это ранее. Кровь, гены и так далее, не являются такими уж важными, как кажутся. Физический мир слаб и не может влиять на божество. Кто-то, не имеющий связи с семьями, может испытать на себе влияние божества таким образом, что может превзойти все, что семьи кровной линии могли когда-либо достичь совместными усилиями. Некоторые люди из семей кровной линии обладают врожденной способностью управлять людьми при определенных обстоятельствах. А это является основной чертой, присущей кровной линии. Вопрос. Для меня элита означает тех, кто ставит деньги выше людей или вообще любых реальных ценностей. И тех, кто занимает должности, потому что они могут их купить или получить, по наследству вне зависимости от их квалификации. Ответ. Вы прекрасно описали элиту вашего типа, но не моего. Вопрос. Вы Ротшильд? Мой вопрос мелок по сравнению с множеством других вопросов, заданных вам в данной теме. Но почему бы вам не быть одним из Ротшильдов, входящих в список 500 богатейших людей мира журнала Forbes? Ответ. Если бы вы читали внимательно, то вы не задали бы этот вопрос. Широко известные люди не обладают властью, поэтому Ротшильд находится на том же уровне, на каком были предки нынешних тамплиеров. Кстати, родословной не следует гордиться. Все эти известные семьи, дробь кланы, дробь общества всего лишь, ляжут под чужую дудку. Что касается вашего вопроса нет, я не Ротшильд. Из какой я семьи? Большинство здесь говорят о семьях, которые правят, и, тем не менее, они не знают, кто эти семьи. Они ошибочно полагают, что это семьи Бушей дробь, Клинтонов дробь Ротшильдов и так далее. Поскольку некоторые теоретики исследовали этот вопрос, и некоторые инсайдеры рассказали им об этом, представив доказательства, я принадлежу к правящей семье, имя которой редко упоминалось в истории, и никто даже не знает, кто мы такие. И второе, вы считаете журнал Форби с надежным источником информации, тогда как все эти списки лишний раз показывают, что вами легко манипулировать, и вы не способны понять, что происходит на самом деле. Вопрос. Достойны. Интересное слово. Вы ожидаете, чтобы те из нас, кто знают о полярном мире и прилагают все силы, чтобы не играть в эту игру под названием полярность, поверили, что нам необходимо стать достойными? В глазах кого? Мы можем стать достойными только в своих собственных глазах. А как быть с идеей, что вселенная внутри нас? Геи и все прочие пространственные реальности являются иллюзиями, разве нет? Поэтому тюрьма это иллюзия, так? П.С. И кстати, детка, мы не наделены свободной волей на этой планете. Возможно, ваша ошибка является показательной? Ответ. А вы знаете, кто смастерил этот нонсенс в стиле Нью Эйдж, который вы только что тут продвигали? Если тюрьма это истинная иллюзия, выходите из нее сейчас же, умоляю вас. Жизнь не похожа на кино. Вы играете роль жертвы. Вы не признаете даже то, что вы наделены свободной волей, поэтому вы всегда будете управляемы, никогда не станете победителем, и вы заслуживаете все, что получите согласно универсальным законам. Возможно, я появлюсь снова завтра. Новый раздел. Заявление инсайдера. Тест прежде чем начать, я должен сказать, что не имею возможности просматривать все посты, некоторые приходят пустыми, поэтому некоторые вопросы могут не доходить до меня. Если это происходит, задавайте вопрос снова. Старайтесь не задавать одни и те же вопросы снова и снова, сначала просмотрите всю тему. Проверьте мои ответы, я рассказываю и о предметах, о которых не спрашивали, но они могут вас интересовать. Читайте внимательно. Вопрос. А если эти существа Люциферы? Прошу использовать для ответа не более пяти слов. Ответ. Вы использовала двенадцать слов и один число. Сами не понимая того, вы начали часть ритуала. Являетесь ли вы существом Люцифера? Различные существа имеют различные характеристики, по которым их легко идентифицировать в ходе ритуалов. Если бы меня вело злонамеренное существо, я не говорил бы так, как я говорю с вами. Человек, ведомый злонамеренными силами, не может произносить дробь, писать определенные слова и фразы без того, чтобы они на него не повлияли. Если лицам, ведомым такими силами, случается слышать дробь, читать определенные вещи, они начинают проявлять излишнюю агрессивность. Дробь признаки безумия. Примеры можно найти в обсуждении данной темы. Вот признаки. Присутствие злонамеренных существ, всякий раз, когда вы сквернословите, говорите негативно, замышляйте недоброе, приходите в буйство, лжете, поддерживаете идею убийства, приходите в сексуальное возбуждение, испытываете страх, завидуете, даже громко смеетесь, становитесь излишне веселыми, в общем, испытываете все, что связано с эмоциями, дробь страстями, дробь желаниями, они появляются возле вас. Одно, два, три или более. Злонамеренные существа принадлежат этому миру, это их дом. Вы не можете их ненавидеть, потому что они выполняют свою задачу, свой долг, и все это связано с вашим поведением. Поймите, что их действие это реакция на нарушение вами закона. Они никогда не провоцируют вас на такие нарушения. Если вы все же ненавидите их, то вы не замечаете важную часть реальности. Их необходимо в какой-то мере уважать. Это также покажет, что вы осведомлены о них, и этот факт будет учтен. Я пишу «злонамеренные» в кавычках. Поскольку они не злонамерены, они только представляются вам таковыми через восприятия, которые вы себе создали. Люди являются нарушителями закона, в котором играют роль жертвы. Вопрос. 1. Где граница сопряжения между реальным сознанием и этой тюрьмой? 2. Каковы методы, позволяющие разрушить эту границу и освободить сознание? Ответ. 1 плюс 2. Все зависит от того, что вы понимаете под реальным сознанием и границей сопряжения. Если смотреть из моего положения, это понимание может быть почти противоположным тому, что вы имеете в виду. 3. Реальное сознание – это то, что дается вам, когда вы настроены на разум Вселенной, который действует согласно Божественному закону, они совсем не то, что многие привыкли думать о них. 4. Этот разум проницает все, он всем управляет, поэтому, когда вы связаны с ним, вы можете ощутить его безграничную мощь. Никакая тюрьма не может сдержать эту мощь, поэтому возможности освобождения всегда есть, вас доведут до определенной точки, но все же, большую часть работы вам придется сделать самому. Но это только начало, впереди вас ждет большое количество работы над самим собой. Я несколько раз объяснил, насколько мне это позволено, как установить связь, по крайней мере, с чего начать. Это на самом деле должны решать вы. С некоторой долей осторожности я бы добавил, что изучение древних текстов будет полезным, хотя они содержат большое количество непреднамеренных искажений и ошибок переводчиков. Но только лишь, достигнув определенного уровня пробуждения, вы распознаете дробь, запомните небольшие фрагменты, которые являются истиной. Если вы не находитесь на этом уровне, вы будете воспринимать части, содержащие искажения, дробь неправильный перевод как истин. То, что некоторые здесь и демонстрируют, особенно это, касается одного религиозного направления, и потерпите неудачу. Вопрос. Постарайтесь объяснить нам ситуацию. Вы типа хороший парень, который дает нам необходимые инструменты, или вы управляете нами? Вы изменили свое отношение к нам или как? Ответ. Я использовал только нейтральные термины, не высказываясь о чем-то в негативном или позитивном смысле. Я просто обеспечиваю вас инструментами, которые вы можете выбирать и использовать по своему желанию. Вы являетесь нарушителем закона. Или вы хотите сказать, что я управляю каждым аспектом вашей жизни, каждым часом, каждой минутой, каждой секундой, и принуждаю вас думать дробь, говорить дробь, поступать определенным образом. Вы злитесь не на того человека. Вопрос. Чтобы обрести свободу, следует ли знать, почему мы здесь, или надо просто разобраться, где именно мы находимся? Следует ли находить ответы внутри себя, или вступая в тайное общество, или через верховное божественное вмешательство, или использовать все три способа, или ни один из них не годится? Вы не ответили ни на один из других моих вопросов, надеюсь, я вас не обидел. Ответ. Необходимо видеть весь спектр. Когда видение частично, то это подобно взгляду через окно, частично закрытой занавеской. Вы не знаете, что находится за этой занавешенной частью окна, поэтому и не можете поступать соответствующим образом, что закрывает от нас весь спектр. Поймите, что есть это место и где оно находится, узнайте, что вы собой представляете, как вы здесь оказались, почему вы пришли сюда, как вернуться. Подготовьте себя для ответов, очистите себя, дотянитесь до разума, скажите, внутри, снаружи, что вы готовы, живите строго, в соответствии с полученными ответами. Никогда не вступайте в тайное общество, каковы бы ни были обстоятельства. Избегайте также любых религий, включая Нью Эйдж. Не доверяйте человеческим гуру слэш пророкам слэш священникам слэш раввинам слэш имамам слэш папам слэш предсказателям слэш медиумам слэш далайламам слэш политикам слэш писателям слэш ученым слэш знаменитостям слэш родителям слэш и так далее. Как авторитетам в том, что касается божества. В других вопросах вы вольны принимать или отвергать их мнение, однако, принимайте также и последствия своего выбора. Вам нужны только вы, сами и божество, никакого вмешательства других, обличенных в тела. Повторяю, не допускайте никакого вмешательства кого бы то ни было. Если ваш отец просит подать ему стакан воды, чтобы убедиться, что вы о нем заботитесь, и проверить ваше послушание, то что вы сделаете, принесете воду непосредственно отцу или отнесете стакан воды соседу и попросите, чтобы он рассказал вам, о чем вас попросил отец, при том, что сосед не слышал просьбы и в данный момент выпивает собственный стакан воды. Являюсь ли я таким соседом? Я не касался стакана воды, я лишь открыл дверь и сказал вам, что нужно вернуться к отцу. Никто не обидел меня, люди обижают себя сами. Я был бы обижен, если то, что я говорю, было бы против единого, и если так, то я буду платить за это. Я отвечаю на вопросы, начиная с тех, на которые я не успел ответить в последний раз, и занимаюсь этим столько, сколько позволяет мне время. Иногда я пропускаю вопрос, поскольку ответ на него уже был дан, если вопросы не имеют отношения к теме, а также потому, что не могу увидеть некоторые посты. Вопрос. Каково ваше мнение по таким вопросам, как Несара, слэш Планета Икс, слэш Смещение, слэш Полюсов, слэш Первый Контакт, слэш Второе Пришествие? Кто или что стоит за этими сказками и почему? Ответ. Несара. В перспективе Кондор продуктивна лично для вас. Планета Икс больше не существует подобно многим планетам, лунам, звездам, галактикам, однако их гибель всегда что-то порождает, а это означает, что они не перестают быть частью целого, продолжая играть свою роль. Смещение полюсов. Насколько я знаю, это происходило два раза во вторую и третью эру, если понадобится, это будет сделано снова. Второе Пришествие. Вы возвращаетесь в то место, которое является для вас родным, после того, как вы успешно выполнили свою задачу, а это означает, что Второе Пришествие не может произойти на земле, так как вы не принадлежите земле. Люди, ожидающие Спасителя на земле, чтобы Он сделал за них всю работу, поступают неправильно. Я заметил, что некоторые христиане сердятся и нападают на меня лично, посылая мне проклятие, что ж, они вольны так поступать. Я говорил больше о христианстве, чем о других религиях, поскольку таков был характер задаваемых вопросов. Но я говорил подобное же и о других религиях, дропидеологиях, когда меня об этом спрашивали. Вопрос. Вот что мне во всем этом интересно, если кто-то тратит время и силы на то, чтобы прослеживать связи, находить ключи, оставленные в многочисленных книгах и легендах, и отделять зерна от плевел, то что дальше? Если этот человек применит на практике то, чему он научился, то подберется ли он ближе к истине, которой семьи кровной линии уже очевидно имеют доступ? Ответ. Да. Повторю, родословная важна только для управления людьми, она не дает особых способностей, которые делают человека более осведомленным, хотя знание передается из поколения в поколение, потому то внешне это так выглядит. Но это знание не является скрытым. Истину нельзя скрыть, она хочет, чтобы вы о ней знали, приглашает вас каждый момент вашей жизни. Вот почему она передается вам через правящие силы вместе с искажениями и ложными добавлениями, имеющими цель запутать вас и заставить вас принять эти искажения. Нет ни одной написанной книги, которая содержала бы истину и ничего кроме истины. Выделите ее и живите в соответствии с ней, включите ее в каждый аспект вашей жизни. Это самые трудные задачи для людей, поскольку необходимо воспарить над этим физическим дробь материальным миром, оставаясь в человеческом теле, которое требует противоположного. Вопрос. Насколько близки к истине труды Нила Доналда Уолша в его серии беседы «С Богом один?» Связаны ли вы в какой-то степени с птичьими племенами, упомянутыми в книгах Кена, Кере «Тысячелетия звездного семени»? Сколько правдов в статьях Шилдона Нидла? Ответ. Американские индейцы успешно сохранили знания, но в наши дни, а также в прошлом веке, их представляли в ошибочной манере. Интеграция работает. О перечисленных авторах, как я уже писал раньше, не в ваших интересах принимают человеческое. Вмешательство слэш советников слэш торговых агентов между вами и Божественным. Отдельные вещи, сказанные ими, могут быть и истинными, но полной истины не будет никогда. Вопрос. Никто на Земле не в силах освободить кого-либо из нас. Никто вне пределов этой Земли не видит причины, по которой кого-либо из нас нужно освобождать. Сам по себе Божественный источник, если таковой вообще существует, ждет, когда мы сами освободим себя в индивидуальном порядке. Не будет ни массового вознесения, ни массового просвещения, и называющие себя мы народ окажутся одураченным тем же массовым мы народом, что продлится рог приговора, на основании которого мы заключены здесь. Мы можем оставаться в этом месте, вечность, если сделаем такой выбор, и мы создали систему верований, позволяющую нам поступить именно так. Ответ. Я бы изъял слова «никто за пределами этой Земли не видит повода освобождать кого-либо из нас, если таковой вообще существует». По поводу первого предложения, было время, когда были существа, обладавшие силой сделать это, но такой задачи у них не было. А источник Божественности существует. Тут нет речи о выжидании, желании и так далее. Вы на истинном пути, это видно из другого поста, но жизнь важная часть этой задачи. Вопрос. А Христос был послан с одобожественным законом, чтобы исправить положение? Ответ. Да, но Христос не воплотился в тело человека по имени Иисус из Назарета, 2014 лет тому назад, 20 марта, почти за 2 часа до восхода солнца, в этом и состоит тайна времени рождения вашего Сына Божьего. Христос, настоящее имя, которого было другим, но здесь я буду использовать это, появился один раз, всего один раз, и это было в другую эпоху, столь же далекую от нашей, как эпоха, в которой жил Иисус Назарий. Знаете ли вы, кто поддерживает память о настоящем Христе? Знаете ли вы, кто поддерживает память о лжехристах? Ответ противоположен тому, что вы думаете. Вопрос. Почему все элиты поклоняются Люциферу, лжецу и обманщику? Ответ. Миллионы людей на этой планете служат своим собственным нечистым материальным слэш физическим слэш, умственным слэш эмоциональным желанием, но разве они элита? Вопрос. Существует ли в наши дни внутрисемейная война среди высших существ? Ответ. Высшие существа не обладают физическими телами, у них нет наследственных расприй, они не управляются этим миром и, следовательно, не страдают от вражды. Вы ссылаетесь на человеческие династии, и я считаю, что ответ на ваш вопрос вполне очевиден из того, что я уже написал здесь. Всегда были те, кто не выполняет свой долг. Я принадлежу к меньшинству. Люди не различают фракции. Вопрос. Красные китайцы получили ответный удар от программы высокочастотных активных авроральных исследований. Что вы об этом думаете? Ответ. Не уделяйте внимания мировым новостям. Все они организованы так, чтобы заставить вас уделять им внимание. Борьба, которой следует уделять внимание, ведется на уровне личности. Комментарий инсайдера. Шарлан, читаю написанное тобой, один. Ты действуешь, дрот, говоришь не так, как прямые наследики элитных династий, что хорошо, потому что они игнорировали свою задачу. Это означает, что подсознательно ты отделил себя от династии, даже если этого не произошло на уровне осознания, и это важно понять. Ты прошел определенный уровень, на котором я был 11 лет назад. 2. Твое превосходство в ряде областей обусловлено не одними генами, у них несколько иная цель. Обо всем этом я уже упоминал выше. Перед тем, как воспринять определенные знания, вы выясняете их источник. Знаете ли вы, откуда исходит знание, которое вы напечатали здесь, когда оно было открыто, как это было и через чьи руки прошло? Что еще важнее, кто осуществлял контроль, когда этими руками составлялись документы? Я говорю об этом с самыми лучшими намерениями. Если бы вы знали это, вы бы не опубликовали пост в таком виде. Изучите корни проблемы и сами увидите, что это вам во благо. Знание не появляется из ничего, его всегда передают. Исключений не бывает. Вот вы, член элитной семьи, которую мы презираем, но до сих пор о вас никто не слышал. С какой стати нам презирать тех, кого мы не знаем? Почему мы должны вас презирать? Вообще, знаем ли мы о том, что презираем вашу семью? Или же, основываясь на том, что вам известно о ежедневно потребляемых нами вещах, вы сделали вывод, что мы стали бы презирать вас, если бы мы знали, кто вы такие? И еще, если те, кого мы знаем поименно, не принадлежат династии, а вы представляетесь членом презираемой нами элитной семьи, то вы молчаливо предполагаете, что мы вас знаем настолько хорошо, что мы можем презирать. Как такое возможно, если нам неведомы ни имена, ни лица людей с истинно элитной родословной? А если это возможно, то все ли люди вас презирают, или только те, кому непонятны ваши истинные намерения, или природа? Ответ. Отвечу на этот вопрос в последний раз. Налицо неверное понимание двух правил. Используются термины, которые неприменимы к моей семье, хотя они часть управления. Ошибочное восприятие природы нашего присутствия и ошибочное восприятие занимаемых мест, позволяющих оказывать влияние на жизни людей. И вот сразу же вы становитесь управляемы. Нельзя презирать других из-за собственного непонимания сути дела, но именно это и происходит. Таким образом ложная цель, попусту растраченная энергия. Вопрос. 13. Если божественное передается через кровь, какая у вас группа крови и резус-фактор? Вы часть тамплиеров, или связаны с Ватиканом? Ответ. Божественное само выбирает, как ему передавать свою силу вниз. А кровь дробь, гены дробь, физиологические детали всего лишь малая часть того, как все происходит. В сущности, родственные отношения не являются необходимыми. Не правда ли? Звучит противоречиво, но это так, и доказательства вокруг вас. Вопрос. То, что вы сказали, может случиться, но такое могут сделать лишь те, кто контролирует нижние уровни. Те, кто выше, влияют через то, что вы потребляете каждый день. Я хочу об этом знать. Ответ. Я с вами лично не знаком, но знаю, что я не ем и не пью 90% того, что вы поглощаете ежедневно. Я даже не подхожу близко, чтобы не коснуться этих вещей. Это почти все, что продается повсюду, разве что за малыми исключениями. Должен добавить, что там существуют градации, и потребляемое оказывает разное воздействие на разных людей. Скажем, два крайних примера людей, потреблявших это длительное время, причем одни и двани, впадали в состояние транса во время еды, в то время, как на других потребляемое вообще не оказывало никакого воздействия. Большинство людей находится между этими крайностями, потребляемое влияет на них так, что они этого не замечают. Они быстрее изнашиваются, устают, стареют, медленнее мыслят, сосредотачиваются на эмоциональных, дробь физических потребностях в относительно молодом возрасте у них. Возникают проблемы со здоровьем, о которых 200 лет назад никто не слышал, то есть качество жизни снижается. Вы не сводитесь к тому, что едите, но то, что вы едите, управляет вашим восприятием самих себя и реакциями вашего тела. Вы наносите вред самим себе из-за собственного невежества и лени. Когда в последний раз вы изучали, что именно едите или каким образом производят вашу содовую воду? Посмотрев на все это и выяснив, какие вещества используются и что они вызывают, задайте себе вопрос, положу ли я это вещество в рот своему ребенку и заставлю ли проглотить? Но вы поступаете так каждый день по отношению к собственным детям. Далее, как вы указываете, повсюду электромагнитные частоты, а самое активное место ваш дом. Вы когда-нибудь обесточивали свой дом, чтобы увидеть разницу в вибрациях? Вы засыпаете сразу и спите с ощущением комфорта. Вопрос. А перед кем дробь или перед чем ответственны элиты? Ответ. В итоге, каждый ответит перед единым. Вопрос. Ах, мировая элита, так называемая великосветская тусовка. Прекрасно до боли, но всегда одно и то же, повторяемые черты и несколько типов участников. Все прочие рептилии, серые, гибиды, продавцы человеческого, преклоняют колени перед этим уровнем. Ответ. Тусовщики не имеют никакого отношения к династии. Они вашей крови. Вопрос. Скажите, какая оккультная информация нравится вам больше всего? Ответ. Скрытого не существует. Комментарий, инсайдера, БТН и ответы на определенные вопросы, равно как тщательное продумывание определенных вопросов оказывает противоположное воздействие на результаты того, достичь чего мы стремимся. Все это вам не поможет. Амар, который был подле него в момент смерти, но отверг смерть, обретя время, и тот, кто был рядом с Абубакаром и подвел его к речи Амара, когда тот вернулся из Медины. Впрочем, жена важнее. Теперь это не имеет никакого значения. Все давно совершено. Я не пользуюсь электронной почтой, и мое присутствие здесь завершится через несколько дней. Вопрос. Вы как-то связаны с Аннунаки, о котором писали шумеры? Насколько близки к истине книги трилогии «За илуминатус», «Двух глаз в пирамиде», «Золотое яблоко», «Левиафан» авторов Роберта Шея 3 и Роберта Антона Уилсона 4? Правда ли, что морони, упомянутые в книге, мормонов инопланетянин и сплият, и правда ли, что такие существа и поныне контактируют с человечеством? Ответ. Здесь их больше нет, тогда была другая эра. Их знания принадлежали ним, знания всегда передаются, потому есть оно и сейчас я не читал эту дробь, эти книги. Если такую книгу шумно хвалят критики и ее продажи интенсивно продвигают, вы понимаете, что это за время. В ней могут содержаться некоторые истины, но они будут плавать в море извращений. Между прочим, никто не утверждает, что авторы делают это намеренно. Некоторые действительно так поступают, те, кто любят, когда их восхваляют и признают, те, кто продал свои души, некоторые нет, причем последних замечают и продвигают, потому что это им служит. Нет ничего проще, чем написать. Бестселлер дробь выпустить альбом хитов, дробь написать киносценарий, если вам известна повестка высших учредителей и дробь промоутеров. Мормонов, как и остальных религиозных людей, контролируют те же, кто когда-то контролировал их пророков, дробь сыновей бога, дробь святых и так далее. В этом мире душа, некогда существовавшая в человеческом теле, не может стать ангелом. Еще раз твердо повторю, душа не может в него превратиться в этом мире. И все равно утверждают, будто мороний возродился в облике ангела в нашем мире. Мормонство содержит ядро истины, как и другие религии, так что чтение их текстов вам не повредит, если будете осторожны. Новый раздел. Новый раздел вопрос. Какие продукты используются для управления нами? Есть ли такое, что следует, и чего не следует потреблять для того, чтобы это помогло нам более ясно увидеть реальность? Из чего состоит воздержание? Это умеренность во всем или нечто большее? Ответ. Что касается продуктов питания, смотри выше. Это первая часть манипуляции, используемая в комбинации с другими шесть методами управления вашей повседневной жизнью. Если вы можете удалить хотя бы несколько из них из вашей жизни, воздействие резко уменьшится, но не это повысит ваше самосознание. Такие методы применяются, чтобы вы быстрее износились, а качество вашей жизни понизилось. Они взаимосвязаны. Вот эти методы. 1. Продукты питания и напитки. 2. Лекарства. Профилактика заболеваний, в том числе витамины. 3. Электромагнитные волны, в том числе излучение ПК, мобильных телефонов, домашней электросети, и всех устройств с микросхемами. 4. СМИ, будь это, ТВ, радио, газеты, журналы, интернет, самый очевидный и максимально порабощающий метод. 5. Музыка, звуки, отличаются от СМИ, используются по-другому, однако чаще всего через СМИ. 6. Загрязнение воздуха. 7. Система образования, включающая известную литературу, которая в основном недостоверна, будь то история, психология, метапсихология, философия, искусство, наука, поэзия, религия, даже детские сказки, рассказываемые младенцам. Политика заимствует эти методы, ежедневно бомбардирует вас, чтобы убедиться, что их поддерживают. Правило гласит, особенно осторожен будь с теми, кого продвигают дробь, восхваляют дробь, кому аплодируют дробь, кого бурно приветствуют критики. Сказанное может относиться к продуктам питания, лекарствам, новейшим продуктам высоких технологий, художникам, политикам, музыкантам, книгам, напиткам и так далее. Утверждение о том, что некоторые из них выдержали испытания временем, организованы с определенными целями. Проблема здесь в том, что при слишком высокой степени подозрительности можно упустить немногие драгоценности, которые умышленно передаются определенными кругами в окружении орудий для манипуляции. Существует еще несколько методов общества дробь культы, дробь секты, дробь люди, следящие друг за другом и так далее. Но шесть пунктов, перечисленных выше, составляют суть того, что продвигают со времен французской революции. Воздержание, сознательная форма ограничения, основанная на самопознании, имеющие целью достижения внутреннего порядка души, которые в целом есть вы, но невидимые, душа не часть вас, вы одно целое. Ограничение эмоций, дробь желаний, дробь страстей, дробь энергии не означает отказать них, это повредило бы вам, будьте осторожны. Оно означает направление их в одно русло, чтобы после того, как мы мягко укоротили, их они работали на высшие цели. Все это ведет к трезвой жизни, еще проще, к жизни, наполненной дарами, потому что теперь своим собственным хозяином становитесь вы, а не ваши эмоции, дробь желаний, дробь страсти. Они больше не диктуют вам, как следует поступать. Одновременно с этим процессом вы будете очищать себя и подготовитесь к тому, чтобы вас просветил универсальный разум. Будьте как можно больше похожи на то, с чем вы хотите себя связать. Вопрос. 1. Есть ли у вас друзья, не принадлежащие к вашему семейству, с которыми вы встречаетесь? 2. Присуще ли вам сочувствие, ненависть и угрызение совести? Ответ. 1. Да, но знать много людей не мудро. 2. Тело вынуждает вас испытывать сочувствие, ненависть, угрызение совести и все остальные эмоции, одновременно с желаниями и страстями, чтобы смутить вас, заставить забыть про себя, стать глухонемой версией себя самого. В этом материальном дробь, в физическом мире они владеют своими фондами. Чем больше вы позволяете им быть вашими хозяевами, тем сильнее вы приковываете себя к этому миру, что противоречит вашему долгу. Их надо не ненавидеть, но уважать. Я направляю их в русло, идущее туда, где их можно будет использовать для чего-то существенного. Вопрос. Я хочу знать, как восстановить связь с источником божественности. Как человек поднимается выше своей тюрьмы? Ответ. Уверен, что в моих ответах это уже было освещено, если вам самому отыскать ответ не удастся, я отвечу на него завтра. Вопрос. Я не утверждаю, что каждый из нас является Богом, высшим источником, но каждый из нас свой собственный Бог, поскольку мы создаем нашу собственную реальность. Что ты на это скажешь, инсайлер? Ответ. Вы частично описали свободную волю и впечатления, которые она может вам дать ни больше и ни меньше. Слово «любовь» снабжено множеством ловушек, особенно если пользоваться им, как делаешь ты. Вопрос. Р. Земля – это тюрьма. Ты говоришь о свете, захваченном материей? Если это так, то я начинаю понимать все моменты, аллюзии на которые вы до сих пор сделали. Ответ. Захваченное далеко не самое удачное слово, его употребление предполагает, будто у божественного могут быть неправильные намерения. Скорее, определенным образом сконструированные, или взаимопроникающие. Комментарий инсайдера 3НД3Р Кое-что из записанного вами напрямую связано с силами универсального разума. Как я говорил, все могут это понять. Если вы понять можете, значит находитесь на более высокой, по сравнению с остальными, ступени. Однако, пользуясь этим, будьте осторожны, оно принадлежит ни вам, ни миру сему. Также возможен обман, начинающийся с чего-то другого, и это доводится испытать многим людям. Я знаю точно, что вас можно инициировать с помощью двух ритуалов, после чего вы смогли бы видеть, что это такое на самом деле, но подведут вас к этим ритуалам лишь когда придет время. Вопрос. Среди них тот шеих в пустыне, с которым встретился Иисус во время своих странствий, и от которого получил благословение. Вы когда-нибудь хоть что-то слышали об этом? Ответ. Я знаю, что некоторые из тех, с кем Иисусу Назарию довелось встретиться были инсайдерами. Например, три короля, обычно по-русски говорят о волхвах, появившиеся сразу после его рождения, фактически их было пять, но два присутствовали неявно. Число три в этой истории служит символической цели, как и многие другие вещи, поэтому читай медленно. Дарами были символистские артефакты, отдельные древнего происхождения, которые использовались в ритуалах, дабы инициировать его для выполнения назначенной ему задачи, для чего ему было необходимо совершить путешествие и посетить определенные места. Я уже несколько раз говорил, и в последний раз повторю, он не был настоящим Христом, его создали, так, чтобы он был на него похож, но им управляли от рождения до смерти, а после этого записывались его слова, что началось задолго до его смерти, хотя, потом все было переписано еще раз перед выпуском издания. При его распятии присутствовали те же пять волхвов, и Иисус из Назарета знал о том. Он отвечал бы иначе, не будь их там. Иисус Назарев всегда знал, что они им управляют, в действительности он временами принимался активно искать как их, так и других инсайдеров. Он сдался в двух случаях, но его направили и поправили. Вопрос. Лита делает так, чтобы казалось, будто запасы нефти постоянно восстанавливаются, но фактически она ее накапливает. Я буду благодарен, если вы скажете, что думаете в отношении этого утверждения. Произведение Кэндис Фрис. Ответ. Земля накапливает ее, пока не привыкнут, а те, кто власти, просто подключаются к нефти. Хотя среди марионеток существуют фракции, отвечающие за распространение неправильного понимания, имеющегося у большинства, выше вы уже описали это совместно с утверждением об исчезновении ресурсов. Я тоже дал такое объяснение в более раннем посте. Названные вами труды содержат ряд ошибок. 1. Аннунаки правители из иной эры, их больше нет, их место занято другими. Через 10-15 тысяч лет, да, к этому времени Земля все еще будет жива. Люди найдут тексты об этих правителях и об их эре, но будут считать, что все это применимо к ним. Тексты, которые они найдут, большей частью уже написаны. 2. Если бы то, что написано в этом тексте, было правдой, это означало бы, что сейчас на Земле звездные. Друзья и ангелы бунтовали бы против божественного закона единого. Но допускать мысль о чем-то подобном само по себе омерзительно. Мне пришлось долго думать перед тем, как сформулировать эту мысль и самому не попасть в ловушку. Если автор, написавший это, не восстанавливает написанное, она достигнет противоположного тому, к чему стремилась, и вместе с собой она заберет множество душ, поверивших сказанному ей и принявших это. Повторяю, не соглашайтесь на вмешательство людей, посредников между вами и божественным. Три. Борьба идет на уровне личности, это означает, что лишь вы можете ее вести, не ждите спасителей. Вопрос. А теперь мой единственный вопрос. Неужели все действительно настолько просто? Я не выдам то, что вы преднамеренно или непреднамеренно раскрыли. Я знаю, что сказанная и вами правда, об этом нельзя. Рассказать, это нужно открыть, так как то, что раскрывают одному, теряет свою силу. Не в этом ли причина такой секретности? Люди не могут узнать это не по той причине, что это предназначено только для элиты, но скорее всего, потому, что если им расскажут об этом, они лишатся последнего шанса на побег отсюда. Ответ. Правда желает, чтобы вы ее познали, в этом ее основная цель, она приглашает вас к себе в любой момент вашей жизни, и чтобы быть понятой вами она в силу необходимости проста настолько, чтобы вы смогли ее усмотреть в связи с провидением. Она пред лицом вашим. Ответ на последний вопрос, да, если вы и в самом деле нашли ее, благодарите Божественный закон, никого дро ничто кроме путешествие началось, путь предстоит долги. Возможно, я вернусь завтра. Новый раздел. Заявление инсайдера о тестировании нового прокси-сервера тест вопрос. 1. Правда ли, что нам просто повышают планку, чтобы проверить, обладаем ли мы волей, позволяющей нам продолжать, или в действительности существует сила, пытающаяся держать людей в состоянии сна на ходу? Сила, которая не хочет, чтобы люди были такими, какими могут стать? Если это верно, то как лучше всего действовать, поделитесь своим опытом. Ответ. Это связано с операциями на вашем физическом теле, которая начинает бунтовать каждый раз, когда вы достигаете вершины этого мира. Задача физического тела позволить вам ощущать эту реальность, а когда вы ищете иную, оно сопротивляется. В этом его долг, так что лучше всего уважать физическое тело и мягко украшать его. Кроме того, некие сущности будут следовать за вашими мыслями, пытаясь отвратить их от цели. Это их долг. Уважайте их и обретете признание с их стороны. Никогда не считайте их вредными или злобными, они лишь реагируют на ваши действия. Нет такой силы, которая не хочет, чтобы вы стали таким, каким являетесь на самом деле обратно и утверждение истинно, но у них также есть свои задачи, которые им надлежит исполнить. Мы говорили о вашей материальной части. Вопрос. Забудем ли мы все, что знаем? Может быть, мы просто отпустим наше собственное «я» и примем другую парадигму? Это будет очень трудно сделать, потому что это поддерживает нас в жизни как личности. ГММ. Ответ. Вспомните все, что вы когда-то знали, но забыли, снести оценку того, чему вас учили, перед тем, как вы забыли первое и вернитесь в настоящее. Вопрос. Что вы посоветуете делать для воспитания ребенка на земле? Ответ. У меня нет и не будет детей. Первое, что делает новорожденный и плачет. Это от того, что душа осознает, где и в какой форме она родилась и находится в состоянии неверия. При рождении вы лучше осознаете, кто вы есть и где находитесь, чем после рождения сейчас. Душа заставляет тело плакать, ибо оно впервые появилось в этом физическом мире, хотя число таких событий очень мало или потому, что осознает, что вернулось в мир в результате реинкарнации, после того, как прежняя жизнь завершилась неудачей, такое событие наблюдается в подавляющем большинстве случаев. Сама по себе душа не плачет, в своем исходном состоянии ей такие функции незнакомы, но подаваемые ей имплексы заставляют телесную оболочку плакать. Она плачет без повода дни, недели, месяцы, пока сознание не утратит своей силы, будь это результатом естественного процесса или влияния родителей, а в наши дни еще и медикаментов. Так бывает, когда человек рождается на самом деле, после чего он забывает, кем является, и некоторые забывают об этом быстрее других. Этот плач отличается от плачи, который появляется несколько месяцев спустя. Его даже можно услышать. Успокаивайте детей в этот решающий период осознания и дайте им знать, что Дин и даровал им шанс вернуться туда, где их место. Это даст им плюс, который подсознательно будет влиять на дальнейшую жизнь каждого из них. Время рождения было предопределено, как и время их ухода из мира, совместно с едой, родителями, обстоятельствами рождения, здоровьем и так далее. Случайностей не бывает. Но в период полового созревания они обрывают отдельные нити и им предстоит нести всю ответственность за свои действия. Обладая свободной волей вести тот образ жизни, который они захотят, они определяют его качество. Они даже могут определить способ своего ухода из жизни, смерти, делая выбор, но даты своего ухода им не изменить. Орудия, полученные ими от родителей, могут повлиять на них лишь в небольшом числе сфер жизни. Большая часть жизни детей основана на свободной воле, которая имеет либо очень мало общего, либо ничего общего с их родителями. Вы важны только в течение первых пять-шесть лет их жизни, и именно тогда можете принести наибольшее благо. Воспользуйтесь собственной интуицией, не инстинктами, это две разные вещи. Когда вы становитесь родителем, вас вознаграждают качествами, которые касаются в основном детей, которые были недоступны для вас ранее. Внимательно прислушивайтесь к ним. Все дети разные, по-разному реагируют, но дайте им знать, что существует нечто большее, чем то, что дано им в ощущениях, что существует божественный источник, откуда проистекает все и вся, однажды они вернутся, как только поймут свою задачу здесь, на земле. Рассказывайте об этом не за один раз, а в течение многих лет, и не говорите больше этого. Если все сделано правильно, он, начнут и всю оставшуюся жизнь, будут искать это самостоятельно, и это их долг. Если вы представите это им обычным образом, как поступают религиозные люди, вы даетесь результата, противоположного ожидаемому. Музыкальные инструменты были даны в разные эпохи, по определенной причине, и не только ради того, чтобы слушать, как другие люди исполняют мелодию на них. Образование. Первый метод манипуляции, другие я уже перечислил, ими будут манипулировать, но по достижении половой зрелости у них появится важная возможность отменить результат прежнего воздействия. У них также будут появляться удобные возможности для этого на протяжении всей оставшейся жизни. Нельзя не прекратить манипуляции, не подстрекать к пробуждению, это должен решить сам ребенок, и связано с тем, как он откликается на данные ему с этой целью орудия. Разум вселенной, следующие за божественным законом, проникают сквозь вашего ребенка, так что ему предоставляется шанс пробудиться в любое время. Только он дропяна вправе решать, когда это случится. Вопрос. Вы знаете о развитой расе, которая прежде, а кое-где и поныне поклоняется как богам? Можете ли вы распознать некоторых богов и божеств? Ответ. В настоящее время существует только одна раса, нет никакой особой расы, которая стояла бы над другой, люди смешивают различные понятия эры. Единственный есть тот, которому поклоняются дробь, которому поют славу, как тому, которого вы называете слово «бог» искаженный термин «он» неявно предполагает, что вы, будучи человеком, можете управлять высшим существом, взывая к нему, как и прежде, я был вынужден тщательно подбирать слова, чтобы самому не попасть в ловушку. Я бы сказал, что этим словом не пользуюсь, но вы сами сделали выбор, вам самим иметь дело с последствиями. Единый имеет множество проявлений дробь манаци и дробь характеристик, присутствующих в иерархии существ с разными функциями, но действующих совместно. Все они бесплодные дробь нематериальные, хотя некоторые могут управлять телами, однако способ управления не похож на наш. Некоторые делают это путем снижения своей чистоты, которая в сущности испускает из себя некую форму, могут проявиться в материальном мире. Всех их восхваляют за то, что они есть единый, творящий добро, и они тоже отправляют свое единому. Вы, люди, поклоняетесь некоторым людям как богам, будь то пророки, знаменитости, спортсмены, политики, писатели и так далее. И это омерзительно. Новый раздел. Вопрос. Что вы едите? Откуда родом ваша еда? Ответ. То, что природа дает непосредственно. У меня есть теплица, обеспечивающая меня свежими овощами, дробь, фруктами, выращенными из незараженных семян. У меня есть здоровые животные, обеспечивающие меня мясом, яйцами и молоком. Я пользуюсь водой из подземного источника. К вашему сведению, хлеб можно покупать в небольших независимых пекарнях, особенно в иностранных, где не пользуются местными ингредиентами, они не свободны от примесей, но все равно лучшего качества. Некоторые из продуктов, дрот напитков в этих магазинах, принадлежащих иностранцам окажутся лучшего качества, чем аналогичные продукты, которые продают в супермаркетах. Члены моего семейства живут по-другому, у них есть слуги, обеспечивающие их потребности продуктами. Собственных угодий дробь фабрик дробь ферм. Вопрос. Инсайдер, что вы можете сказать о Николе Тесла? Как вы думаете, он выполнил или провалил свою миссию на этой земле ответ? Всякое знание передается. Знание Тесла также было передано ему, это не его собственная идея. Два инсайдера передали ему эти познания, поскольку знали, что он использует их для продвижения по плану, который тогда выполнялся, обретение контроля над энергоресурсами со стороны определенных династий. Целью изменения их величины по новой технологии. Тесла раскрыла результаты не тем людям, и на том все закончилось. Умные личности умный человек это не одно и то же. Инсайдеры с малых лет должны быть бдюльны, чтобы не допустить такого рода событий. Вопрос. Есть ли на горизонте массовые события, которые приведут к квантовому переходу в массовом сознании, или по-новому определят как жизнь, так и образ жизни? Ответ. Нет, ничего подобного. Как я уже много раз указывал, все происходит на уровне личности, это значит, что вы обстоятельно при помощи доступных вам орудий и инструментов, и я уже описал те из них, которые мне позволили описать. Возможно событие, которое изменит путь развития цивилизации, каким мы его видим сегодня, в прошлом это бывало много раз, но это не имеет никакого отношения к тому, о чем вы пишете. Ваш долг перед едином и перед собой по-прежнему тот же, что бы не случилось. Не тратьте нергию понапрасну, пассивно ожидаю событий, иначе ваше состояние только продлится. Я мог бы добавить то, что покажется противоречащим сказанному ранее, но читайте внимательно, когда массы заставляют поверить во что-то отрицательное, может получиться не то, чего они хотели добиться, именно так, например, работает механизм того, что люди вроде вас называют новой мировой порядок. Вы постепенно начинаете верить в то, что оно обретает форму, а следовательно, оно примет форму, и теоретики вместе с главными игроками помогают этой возникающей форме тем, что бомбардируют вас фактами, свидетельствующими о том, что она приобретает форму, требуя от вас отдавать часть своей силы каждый день, они все в большей степени управляют вами, и в действительности вы находитесь под их полным контролем, поэтому пробудившиеся и увидевшие это, люди есть те, которые это создают, кроме того, постоянно работает визуализация, но повторяю я, даже если все это случится, ваш долг перед единым и перед собой остается прежним, вопрос, достигали ли компромисса в отношениях мужья, дробь жены высших существ, было ли так, чтобы те, кого единый создал для того, чтобы они были вместе, шли разными путями потому, что отказались выполнять свой долг, если это так, то на какой стороне расщелины ты, твой бог самосущий единый, ответ, и опять, вы смешиваете высшие существа и души в телах, вне зависимости от того, принадлежат они к элитным династиям, или нет, высшие существа и души разные сущности, высшие существа не вступают в тела в этой эпохи, которая длится дольше, чем вы думаете, они бестелесны и воспринимают мир не так, как мы, души телесны. Мы находимся внутри этого материальной дробь физической плоскости и подвержены характерным для нее низким частотам, хотя можем парить над ней и тоже воспринимать высший мир. Об этом следует говорить кратко, вы не внутри тела, но окружайте слэш, обволакивайте его, присутствуя в другом невидимом теле, состоящем из подобных элементов для души, которые есть вы, и это невидимое. Тело запутано в физическую плоскость, очень важно, чтобы вы это поняли, и связано с видимым телом посредством энергии, передаваемой невидимым телом к мозгу, сердцу и областям позвоночника, таким образом мы, будучи душами, можем управлять телом и его функциями, что заставляет нас познавать этот мир. Души двойственны, их дуализм означает, что вы это еще и другой, желающий воссоединиться в другом мире. Некоторые династии оказываются от своего долга точно так же, как поступают не принадлежащие к династиям, им приходится страдать от последствий. Многие династии об этом не знают. Разлом проходит не там, где, по вашему мнению, он должен быть, он проявляется на личностном уровне, что касается надлежу к меньшинству той фракции, которая становится все меньше. Я объяснил, что слово Бог не нужно использовать из-за ловушек, заключенных в смысле этого слова. Единый Самосущий, Чистый, Благой, и воистину тот, кто создал благо. Вопрос. Инсайдер, так ты говоришь, будто старые методы были основаны на истине и были правильными. Следует ли нам отыскивать старые методы и следовать им? Должны ли мы стремиться к пребыванию в гармонии с Матерью? Что больше интересует единого Божественного наше сердца или умы? И что из них прочнее? Следует ли уделять внимание учению Иисуса о любви? Все вместе мы сильнее вас или нет? Мы находимся в этой тюрьме из-за нашей грешной природы или из-за отсутствия понимания? Ответ. Первый облик знаний ближе к истине, чем последующие. Представь себе ряд на воде пруда, в который что-то бросили. Последующие волны исходят из центра, они становятся все слабее, потом прекращаются. Четыре тысячи лет тому назад это весьма недавно, по меркам этой эры. Неверный перевод, неправильная интерпретация, дробь добавление, удаленные фрагменты будут сбивать вам с правильного пути. Поэтому ищите разум Вселенной, который позволит вам выбрать истину и позднее передать ее другому непосредственно. Пребывайте в гармонии со всем, что дает вам божественный закон и что было создано для осознания нашего возвращения, если не переводить терминологию на язык человека. Единое божественное существует, здесь не подходят слова, интересуется, хочет и так далее. Хотя его эманации дробь проявления, дробь характеристики могут действовать согласно единому. У нас нет разума, мы можем действовать через него, и разум может позволить нами, стать его носителями. Иметь что-то значит обладать чем-то. Обладать означает, как минимум, овладеть или осуществлять над ним контроль. Мы не можем ни овладеть разумом, ни управлять, и им большинство смей сшивает использование интеллекта и обладание разумом, в то время как интеллект это всего лишь средство, дарованное нами разумом. У души нет множества сущностей, она состоит из определенных частей футляров, хотя это одно существо. Один из них можно называть сердцем, это тот, который связан с источником жизни, который поддерживает в нас жизнь и который дает нам единый, посредством своих эманаций. Все сущности одинаково важны. Прочитайте это медленно, любовь не состоит в том, чтобы тебя понимали в человеческих терминах, это ущербная версия. Учение истинного Христа это не учение Иисуса из Назарета, хотя последнее переняло много и у первого, я помню, что не следует повторяться, но этого требует контекст. Христос носил другое имя, но я буду пользоваться им, потому что люди к нему привыкли. Весть находится здесь с тех пор, как истинный Христос в откровении выразил себя в эпоху, отличную от нашей. Без явления истинного Христа на земле мы не знали, как вернуться за божественным законом, который посредством универсального разума позволяет нам подняться и был дан в откровении истинным Христом. Где мы, что мы собой представляем, кто мы, как, почему, когда, все им было дано в откровении. В соответствии с волей Всеблагого и следует восхвалять Христа и истинного. Это ключевой момент. Не то, чтобы оно нуждалось в восхвалениях, нет, высшие существа не нуждаются в нас, имеющих нынешнюю форму, не для каких целей, но таким образом можно сделать это известным, так, чтобы вы осознавали то, что относится к нему. Вам необходимо распознать, что он вознаграждает вас. Божественное может сделать одного человека сколь угодно сильнее, чем все люди вместе взятые. Мне позволено сказать вам, что вы еще здесь из-за отсутствия понимания. Думайте не в терминах мы, а в терминах я. Время мы придет позже, в другом мире. Вопрос. Если Христос пришел в другую эру, почему его миссия не удалась? Ответ. Выражай свои мысли осторожнее, чтобы не нанести себе вреда. Истинный Христос выполнил свой долг полностью и успешно, теперь твоя очередь. Если ты не справишься, не вини в этом божественное. Божественность безупречна в земных делах. Когда ты покрываешься загаром, обвиняешь ли ты в этом солнце, поддерживающей жизнь на земле и в мире ином, или же обвиняешь себя в том, что часами без дела лежал на берегу, не заслоняясь от солнца. Заявление инсайдера, это будет мой последний пост, дело сделано. Все делалось ради божественного закона, стоящего выше моей семьи и всех обитателей земли и потустороннего мира. Меньшинство передает его следующим по приказу высших существ, пойми это. Есть два нежелательных движения, которые появятся, и о которых мне известно. Я оставался бы здесь дольше, хотя уже осветил многие вопросы. Я отвечал лишь то, что мне позволено в самой простой доступной мне манере. По этой причине мне пришлось спечатать быстро. Если вы решите ежедневно благодарите Всеблагого, в котором все имеет свое начало, за его божественный закон, дающий вам шанс вернуться в свое истинное состояние, в мир, которому вы принадлежите. За его силу необходимости, вносящую обоснованные поправки, которые вы ощущаете каждый день, славьте высшие существа, которые действуют по единому божественному закону, который дан нам в проявлении к дробь манации единого, за предоставление средств жизни во всех сферах, для поддержания их и предоставления этих средств на пользу вам, за указание пути к освобождению и многое другое. Обращаясь к божеству, прочитай снова, будь осторожен и правильно формулируй мысли, не требуй, не вещай, не умоляй, не приказывай, не предлагай, не проси. Это отвратительно. Просто произнеси свои слова и выполняй свой долг. Пойми, что поднятые мной вопросы были заданы вами. Я сказал больше, чем ты прочитал, передай то, что узнал дальше. Я вернусь. Перед тем, как исчезнуть, инсайдер пробыл здесь 4 дня, оставил 660 постов, 20 тысяч просмотров, плюс более поздние просмотры, это без использования опции прикрепленная тема. Эта нить дискуссии глубоко затронуло многих, что было заметно по постам, на которые инсайдер отвечал редко мы изъяли их из этого текста инсайдера похоже не интересовали комплименты восхваления благодарности оскорбления ненависть и страх обычный человек ответил бы на такие посты но инсайдер сосредоточил все внимание на получении максимальной информации а не на спорах был ли он истинным инсайдером было ли это мистификацией зачем нужно было исчезать всего так Продолжение следует...